2000 якутян получили материальную помощь от государства. Речь идет о реализации указа Егора Борисова о поддержке малоимущих семей и одиноко проживающих граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Документ был подписан этим летом. Согласно ему, нуждающимся жителям республики оказывают помощь в покупке предметов первой необходимости. Кроме того, указ регламентирует заключение соцконтрактов для содействия самозанятости населения. Кто может претендовать на поддержку от государства и как сегодня реализуется указ, выясняла Сарглана Захарова. Ирина Агулова воспитывает полуторагодовалого сына. Перед тем, как уйти в декрет, по уходу за ребенком работала экономистом в небольшом банке. А сейчас ей приходится обеспечивать и себя, и сына на скромные соцвыплаты в размере чуть больше 11 тысяч. Заявление на предоставление единовременной материальной помощи молодая мама подала в начале сентября. Подошла в управление социальной защиты, там мне дали список необходимых документов. За неделю я все документы собрала. Эта помощь действительно стала подспорьем моей семье. Вместе с ней предварительное одобрение комиссии получили еще 10 семей из 12 заявленных администрацией поселка Золотинка. После принятия решения все документы были сданы в социальную защиту Нерингринского района города Нерингрин. Я хочу сказать, что это очень большая помощь, и если будут возможности, будут выделяться такие же суммы, мы также будем отрабатывать эту систему и делать такую работу, которую сейчас на данный момент мы провели. Отметим, что все заявки на получение выплат рассматривают не только управление соцзащиты, но и комиссия, которая состоит из представителей общественности. Данная комиссия осуществляет выезды на адреса заявителей и проводит обследование помещений. Затем итогом этого акта является заседание комиссии управления соцзащиты о принятии, либо непринятии, включении муниципальный реестр граждан для оказания адресной материальной помощи. Согласно указу, малоимущим семьям, а также одиноко проживающим гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, оказывают еще и приобретением одежды и покупкой продуктов. На эти цели в этом году было выделено 40 миллионов рублей. Кроме того, социальную поддержку оказывают и на основе соцконтрактов. На эти цели было предусмотрено в 2017 году 170 миллионов рублей на 851 квоту. Для того, чтобы получить поддержку от государства, необходимо обратиться в муниципальные органы, которые составляют эти списки. В свою очередь, административные комиссии при этих муниципалитетах должны провести оценку нуждаемости человека. Они осмотрят условия проживания и далее должны определить, насколько необходима ему помощь. После этого определят весь план мероприятий. На финансовую поддержку могут рассчитывать семьи или одиноко проживающие граждане, чей ежемесячный доход меньше прожиточного минимума. На сегодня в среднем по республике он установился в размере 17 601 рубля. На трудоспособное население, на пенсионеров 13 335 рублей и на детей чуть больше 17 тысяч. Стоит заметить, что в северных районах этот показатель на порядок выше, чем в центральных и южных. В зависимости от того, насколько он превышает реальный доход претендента, на получение мат-помощи и будут определять размер поддержки. Что же касается соцконтрактов, то они действуют в Якутии еще с 2013 года. Средства из госбюджета выделяют на развитие так называемой самозанятости населения. Социальный контракт предоставляется, вы это знаете, оно работает с 2013 года, чтобы занять людей. Они могут предоставляться тем, у кого прожиточный минимум ниже, вообще ниже прожиточного минимума. Там кратности нету, и этот размер они могут направить на то, что сельскому хозяйству. Могут покупать трактор, живность могут покупать и повысить свое качество жизни населения. Размер соцконтракта может варьироваться от 110 до 150 тысяч рублей. Таким образом, поддержка направлена именно на тот слой населения республики, который реально нуждается в помощи. Будь то семья или один человек, оказавшийся в трудной жизненной ситуации, может рассчитывать на то, что именно в этот период жизни он не окажется один на один со своими проблемами.